Новая схема от мошенников рассчитана на жителей, которые перестают пользоваться номером телефона, с которым регистрировались на госуслугах и забывают поменять его на новый. Через какое-то время операторы передают номер другому человеку. Это и используют злоумышленники. Заходят на госуслуги другого человека и получают доступ ко всем личным данным хозяина страницы. Это произошло и с жительницей города Барнаула Верой. У меня была мобильная сим-карта, на которой были зарегистрированы госуслуги и привязаны все банки. И поэтому мошенник смог взять кредит на предыдущую сим-карту. Ну, естественно, в шоке, что это, ну, как так вообще возможно. Банк утвердил у меня, что была электронная подпись. А так таковой электронной подписи нет. Это приходят четыре цифры на номер телефона. Естественно, четыре цифры пришли на старый номер телефона. Поэтому они и подписали договор без моего ведома. Надо относиться, естественно, серьезнее, что сим-карты, если вы блокируете, либо меняете, что надо отвязывать все банки. Поэтому еще 15-ти подобным фактам следователи возбудили уголовное дело по статье 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Полицейские Алтайского края установили подозреваемого. Им оказался ранее несудимый 19-летний парень, проживающий в Челябинской области. Сейчас он задержан, раскаялся и активно сотрудничает со следствием. А также выплатил некоторым потерпевшим ущерб. За указанный новый период я совершил 16 взломов учетной записи в услуг. Я оформил 6 кредитов и микрозаймов на жителей Алтайского края. Этот регион я выбрал случайно. Сейчас обращаюсь к жителям Российской Федерации. В случае, если поменяли абонентский номер, то старый номер отвязывали от учетных записей госслуг и не велись на уловки мошенников. Они называли коды из СМС. С целью предотвращения фактов неправомерного доступа к охраняемой законам компьютерной информации, а также персональных данных потерпевших, необходимо осуществлять компьютерную гигиену в информационной сети интернет. В первую очередь речь идет о абонентских номерах, которые мы использовали ранее, впоследствии утратили к ним доступ. Если сим-карты перестали пользоваться, необходимо осуществить процедуру смены абонентского номера в личных кабинетах. Сотрудники полиции напоминают, не сообщайте никому ваши пароли от госуслуги и коды доступа из СМС. А если случайно назвали данные мошенником, постарайтесь войти в личный кабинет и сменить пароль. Это поможет не стать жертвой мошенников. Дмитрий Дроздов. День с толком.